Так, поехали, давайте смотреть игру Леонардо на Мяснике, он в команде с Мефисто, Горошем, Лусио, Стишком против Леорика, Каразима, Мурадина, Малтайля, Назиба. Мясник, ну Мясник это интересно всегда, здесь по пику два таких мейн танка жирных, должно быть приятно делать фраги за счет хуков Стишка и бросков Гороша, В принципе, если все будет грамотно делать красный, если синий будет подставляться, то Мясник должен настакаться здесь. У синих пик милишников преимущественно, и один дальник Назиба. Слушайте, ну наверное не должно быть проблем у Мясника особо. Смотрите, как хорошо поймали Назиба, сразу делается килл, ну это просто халявное мясо, сразу улетает Назиба фри блат. Да. Неплохо. Ну что, Леонардо пойдет в соло на лайн или ганкать будет? I will rotate for ganks, don't let me solo lane. Ну надо разбегаться на мультэйле. Не, не будет? Ну он должен забрасывать его, конечно. Надо разбегаться. Надо разбегаться. Ну Леонардо, ну... Ну что это было? Это же... Не, я понимаю то, что тут конечно нет убийцы, не будет так много урона, но... Ну почему вот здесь рывок не провязать, например? Не знаю. Можно было больше урона по нему нанести. Убили бы вряд ли, конечно. Стан, да, тут даже горош спросил. Ну, по-моему, надо было юзать. Чардж, да, надо было. Не знаю, почему Леонардо не провязал. Так, Леорик уходит через Ешку. Сюда приходит Каразим. Пока что втроем стоят на линии. У синих можно сказать, что нет сквишей в команде. Леонардо здесь умер... Ой, плохо как-то. Погоди, Леонардо. Еще раз этот момент. В чем была ошибка, получается? Да, пошел, пошел рубиться с Молтаэлем. Мало уже очень кп был. А, в Лусио скорость подру... Блин, лучше бы он отхил рубил. Он скорость дал. Надо бы... Я думаю, а что хила... Нет, что-то я хила не ощущаю. А там Лусио ускорение дает. А Леонардо как бы хотел стоять и автоотачить, Судя по всему, типа... А Лусио дал скорость, и он, типа, пытается... Ну, короче-то, да, друг друга не поняли вообще. Мурадин ныкается в кустах на миде. Стан по Мефисто. Нанизу стежок. Хух, полеорику, минус лёв. Найс. Так, молотаяли наверху. Что делает Леонардо? Леонардо бегает по линиям. Ну, мне больше импонирует такой мизник, чем который стоит на соло-линии. Как обычно, Леонардо говорит то, что надо стоять на соло. Эссенция. Да-да-да, эссенция. Эссенция появляется вместо мяса в этом скине. Правда, она здесь не отображается. То есть, когда вы смотрите в режиме повтора, мясо не отображается. Почему-то. Это так работает, к сожалению. Ну, молотаяли здесь в соло не вывезет, по-моему. Хотя, смотрите, горошу больно. Процентный урон. Почему, правда, молотаяли автоаттачит Мефисто, я не понимаю. Он должен был автоаттачить гороши. Что за бред? Так, на низу. Хук не попадает. Мог бы быть неплохой хук. Если бы он попал прямо под башней. Привет, опишите ситуацию. Антон, привет. Описать. Да все нормально вроде. Не забываем про загар. Мурадин, прыжочек. Прыжок такой. Не очень. Уйдет? Карабин захилил. Леорик танчит зачем-то. Уходи. Все, ладно, ушел. Ну да, пока что не торопятся видеть синий. Осторожно отыгрывают. Куда же ты по тавру бежишь? Леонардо могли бы здесь его наказать, убить. Но не стали этого делать. Не отреагировали. Опять ботов накрутил? Нет, я не кручу ботов. Сори. Черепи. Это мимо. А, Микан, а если вроде как понимаешь, что происходит на карте, понимаешь поведение игроков, почему ты не напишешь в организацию, которая толкает киберспорт. Я, может, диктор возьму. Да и я не сомневаюсь, что меня взяли бы диктором. Ну просто не особо-то мне это и надо, я бы сказал. Наверное. Все-таки. А еще у меня проблема с тем, что... Долго объяснять, короче. Ну, рели. Я думаю, там тупо уже места просто заняты. Ну ты имеешь в виду именно комментатором, что ли? Я бы изи откомментировал. Ребят, если вы будете мешать вести стрим сообщениями про ботов, то, сори, придется вас убрать. А так я не особо заинтересован в этом. Хочется все-таки матч посмотреть. Держу в курсе. У Мефисто на первом талант сломанный. При выполнении квеста он не дает доп. урона. Я что-то слышал про такой-то талант на череп. Да, это единственный талант Мефисто с задачей. И, судя по всему, вот он. И не работает, реально. Я вот это не проверял лично. Потому что на Мефисто я в целом немного играл. Я вообще качаюсь через тень. Ну я и так каменчу, Пауль. Поэтому я в этом плане ничего не потерял, мне кажется. Потому что я и так каменчу игры. Зависит, значит, с этим все окей. Так, Леонардо хорошо здесь закинул. Кстати, Горош добивают. Вообще найс. Минус Горош. Вот это хорошо было прям. Тут отлично. Ну, Горош то, что кинул Мясника вперед. Нормально. Надо лысо убегать. Ай, Стан, не поймай. Хорошо. Мог здесь умереть, если поймал. Так мы гао. Что там у Мясника по мясу? Сто сорок четыре. Для пятой минуты это неплохой результат. Так, Леонардо пытался здесь закилиться за счет мурадин. Но здесь много крипов. Не получится. Надо просто стоять и ждать, пока крипов умрут. Нужно кому-то контролить мид и срочно забирать одно из светилищей. Леонардо. Леонардо бежать. Окей, жив. Ну, походу, заберут. Потому что, да, не идут на светилище. Когда возникает такая ситуация, когда оба светилища контролятся, то вы должны позаботиться о том, чтобы вы забрали хотя бы одно светилище. И как минимум один герой стоял в миде. Самое нормальное решение такой проблемы. Но здесь, вот, когда вы в капкан такой попадаете, вы просто отдаете дракону, по сути. Здесь на лоу хп три героя. Ну, короче, в ненужное время, в ненужном месте красные здесь оказались. Поэтому дракон и... Окей. Хотя дракон это не супер критично, особенно в начале. Вообще, мне кажется, что задача этой карты наиболее сбалансирована. Именно на драконьем крае. Потому что эту задачу сложно выполнить. И она не обладает какой-то ультимативной силой. Тебе еще нужно очень грамотно ей воспользоваться. И причем ты еще можешь как-то обыграть эту задачу у противника. То есть против дракона можно грамотно отыгрывать. И не позволять ему делать все, что он захочет. Так, молтоэль наверху. Мясник. Мясник может жрать молтоэля. Молтоэль в целом это еда для мясника. Потому что мясник не такой толстый герой. Он не так сильно страдает от его пассивки. И он нормально может жрать в ангел смерти. Мясник в первую очередь любит героев, у которых нет контроля. У молтоэля как раз вообще нет контроля. Лишь бы бить давали. Как говорится. Если ты атакуешь, если ты можешь автоатачить, значит ты можешь жить за счет тавра. Так, дракон закончился. Мурадин что тут делает. Ну ему не опасно. Здесь никого нет. Назиба на низу. Получает опыт. У красных десятого нет. Они идут драться. Идея сомнительная изначально. Вот только мурадин без маны. Молтоэль не решается здесь подраться. Лерик остается один. И это проблема уже, да, отыгрыша. Здесь все неправильно сделали. А пинок дракона можно контролировать. Ну, можно поменять позицию, когда дракон тебя пинает. Конечно, это можно как-то обыгрывать. Естественно. Потому что пинок наносится не сразу, через какое-то время. Поэтому как-то это можно обходить. Это можно, конечно. Можно противодействовать. Неудержимость там завязать. Ну, что-то можно сделать. Минус. Хорошо. Агнезд на заклане. Здесь ульта от Мефисто. Что-то как-то совсем не почувствовал. Я здесь что-то дэмэдж прошел. Плесок. Ну, хотя бы десятые уровни появились. Мясник тем временем уже настакал. У него 200 мяса. И сейчас должна идти игра получше. Что на двадцатом обычно берешь? Массовую цепь или больше урона? Обычно массовую цепь беру. Потому что Сайленс хотя бы по двум героям. Это супер круто вообще. Кровавая баня. Талант 20 уровня. Который позволяет, используя Агнезд на заклане, наложить Сайленс на всех области действия и законтролить. Это вообще сильно. Прям кайф. Здесь неплохо. Да, додумался Корозим быстренько 7 сторон света врубить. Но здесь своевременный защитный барьер от Лусио. Подсевил, подсевил. Хорошо. Мог гороша рассыпаться. Я думал, Корозим его сейчас сотрет. Но там щит был. Своевременный. Поэтому хорошо. Так, что можно здесь сделать? Если Молтель не уйдет, конечно, можно сделать килл. Если Агнезд на заклане. Нет, нету его. Да, 20 секунд еще до него. Не получится. О, нет. Хук мимо. Счет. Счет. Гадаммит. Как говорил Уолтер в Большом Любовске. Что могут красные сделать? Могут пойти... Пойти на низ. В принципе, да. Пора бы. Что им тут ловить? Нужно нападать на вот этих ребят. Стараться зафокусить. У мясника есть Агнезд на заклане. Это значит, что можно спокойно ворваться в какую-нибудь цель. В каком-нибудь Леорик. Вполне неплохо. Но он остается наверху. Молтаэля он убьет. Конечно, убьет. У Молтаэля нет никаких шансов противодействовать. Ужасный Агнезд на заклане. Не попадает урона. Не ощущает Леонардо. Вот в каких ситуациях Мясник бывает хорош. Вот почему-то многие считают просто, что Мясник мусорный герой. Ну блин, есть куча персонажей, которые Мяснику ничего не сделают вообще. Если Мясник на стакл квест. Ну просто, Мясник просто бьет, он отхиливает себе хп все и наносит дэмэш солидный. Понимаете? Ну то есть, понятное дело, что в тимфайте немного другие условия. Его могут законтролить. Ну блин, тут все зависит от того, когда вы врываетесь от вашего тайминга. В целом-то вполне себе играбельный персонаж. Ну точно не помойка. Ты этого не видел. А это для меня что ли? А, это пробивание четвертой стены от Леонардо. Он написал, ты этого не видел. Имея ввиду, что он промазал ультом. И он отправил мне это сообщение как Дэдпул в будущее. Потому что он скинул этот обзор. Понятно, неплохо. Неплохой ход. Я это видел, Леонардо. Возможно ли специально так рассчитать пинок, чтобы противник улетел под моей башней? Конечно, да. Конечно, возможно. Пауль, ну ты заходишь за спину противнику и пинаешь его драконом. И противник улетает под твоей башней. В чем проблема? Интересное, что показывают. Ну мы пока смотрим. За игрой ребят в платье не два. Стан мимо. Мурадин. Можно ли... Надо давать вызов вождя. Хорошо. Отличный килл. Ну, Мурадин ошибся здесь. Красный этим воспользовались. Самое главное, что красный воспользовались ошибкой. Я думал, траектория случайная. Траектория пинка дракона никогда не случайная. Дракон всегда пинает от себя. По прямой. Не случайная. Не случайная. Конечно, нет. Ты в мастер-класс сезона? Я думаю, я в мастера пойду в понедельник. Просто сейчас у нас по планам нет соло лиги. Будет заруба 2 на 2 после обзоров матчей. Минус горош. Погодите. Ничего себе, вы тут поймали. Артем Белов, Соломуля. Артем, ты на связи. Часто мясника видишь в лиге? Очень редко. Ну, мясника не считают за героев. К несчастью игроков, которые играли против меня, они считают, что мясник это типа не герой. Ну да, горош здесь отъехал. Больше брони талант не помогает. Если кто-то из моих зрителей не знает, я еще раз напомню. Процентный урон, который наносит дэмэдж... Дэмэдж, который наносится в зависимости от максимального запаса здоровья цели, не блокируется броней. Никак не снижается. Никак нельзя его нивелировать. Поэтому, когда горош подрубил больше брони и у него там 75 единиц было, Каразиму было насрать на это. Потому что 7 сторон света это процентный урон. Потому что здесь написано, что поражает герой с наибольшим запасом здоровья, в области действия он носит урон в объеме 7% от его максимального запаса АХП. Вот. Это процентный урон. Просто этот момент проговариваю, потому что многие люди могут вообще не знать про это. Это последний обзор. Не факт, если мне еще закинуть в течение этого матча, то мы еще один глянем. А если нет, то это последний. Потому что к сегодняшнему дню скопилось немного обзоров, только два. Но если мне еще скинут, то еще один сделаю. Так, Агнец. Неплохо. Ой, какой дух от Назиба. Как тут можно напрячь, минус вместить, конечно же. Да, хорошо. А синие отбились все-таки. А за сезон дают награды? Да. Золото, транспорт. Портрет. Конечно, дают. За сезон всегда дают награды. Ну, если у вас от платины ранг. Если у вас ранг ниже платины, то вам не дадут транспорт. Ну, а без транспорта, мне кажется, это такое. Золото. Не особо. В мастере часто берут Лунару. Ну, в мастере я не особо играл. Я играл, типа, в первом алмазе. Но в первом алмазе-то и так мастера попадаются. Просто я взял мастера и забил сразу на лигу. Потому что в лигу я играл только ради того, чтобы взять мастера. Ну, так вот. Лунара достаточно часто появляется на самом деле. В лиге. Где-то в каждой третьей игре есть Лунара, я бы сказал. Может, четвертый. В каждой четвертой и третьей игре есть Лунара. Это не самый такой герой, я такой, собственно, самый, если никто на обзоры не шлёт. Ну, а чё? Не всем нужен обзор. Не все хотят видеть обзор. Ничего такого. Ну, люди донатят вообще, типа, просто так. Многие. Минус молотает. Оп. Провокация. Красных пока не могут пробить. Вот, пошёл урон. Нормально. Просто разнос. Так, давайте ещё раз этот файт. Хочу посмотреть ещё раз его. Что они тут сделали не так. Что мог здесь сделать мясник? Вообще, как был использован Агнис на заклане? Был же Агнис, да? Да, он был. На кого кинули? Так, Леонардо ждёт чего-то. Надо уже разбегаться, дамажить. А он стоит, он не может. Его закрылась стена зомби у Назиба. В итоге дэмэджи никакого не уносит. Ни с ним пока. Отошёл здесь. Вообще кинул своих пацанов. Леонардо, ты чё делаешь? Ну да, ну это плохо было. Как-то совсем не было попытки. Ну, Леонардо даже не пытался ничего сделать. Я не знаю, я не говорю, что если бы он попытался, он бы точно их убил. Мы не можем сейчас это знать точно, как бы было в сослагательном наклонении, да? Но всё равно, блин, что-то он вообще ничего не сделал. Ладно. Вроде файт 4 на 4 был. Вроде можно было что-то сделать. Но у синих, понятное дело, был 16 уровень. У красных не было этих талантов. Синие забирают сейчас дракона. Пошла ульта. Здорово, Тинана. Слушай, хомяка и рот. Вот он, пошёл пинок. Видишь, вот здесь стоял мясник, здесь стоял дракон. Он от себя его толкнул. Дракон всегда пинает от себя. Так, окей. А чё, разве Леонардо должен комментировать? Не обязан. Может, всё-таки уготим лишь к 24-ю? Не знаю пока, вряд ли. Может, будет. Я не знаю, я ничего не буду делать. Так, мясник разбегается. Оп, хорошо, нормально. Двина глыба. Синие ничего не сделают здесь. Молтает слишком рано ультует всегда. Он торопится, торопится сделать килл. В итоге мало урона. Слишком рано. Минус мало. Ну, он убрёт здесь. Так, Леорик. Вообще, мясник может въесться в дракона и бить его с автоатак спокойно. Тем самым откатывая свое товро и бесконечно может наносить урон. Но проблема в том, что дракон его всё равно пнёт. Опа! Вот это как раз та самая ситуация, когда вы пинаете противника под свои товара и под свой форт. Спасибо за подписку на канал. Мировингем. Мировингем. Меня тут просто спросил человек, а можно ли пнуть под свои башни и ворот. Вот, пнул под свои башни и ворот. Пнул от себя. Отличная ульта от Леорика. Прям прошёлся по всем. Но Леонардо захиливается за счёт Каразима. Каразим не лучшая цель здесь. Несмотря на то, что здесь все вроде милишники почти, кроме Назиба. Но прикол в том, что Каразим может упрыгнуть. Хотя у Мурадина тоже есть прыжок. У Малтейли телепортация, однако это обычно не такое большое расстояние в среднем. Теперь комментировать могут свои обзоры. Не понял. Чего? Не, имеется в виду, наверное, то, что ничего не пишет сообщение. У некоторых людей просто считают, что когда я делаю обзор на матч, то обязательно должен присутствовать человек, который заказал обзор. Да нет. Почему? Так. Станпал Усю. Леонардо? Ну, Леонардо будет отъезжать, судя по всему. Если не успеет, отхилится. Но он использует тавру. А да, хукнул стежок, но не хватило. Что, вай? А у него не было варианта. Горош сейчас у мясника спрашивает? Мясник бы все равно не ушел. Он пытался хотя бы что-то сделать. Ну, если бы стежок, конечно, хукнул его. В принципе. Но знал ли он, что стежок вообще собирается его хукать? Хер его знает. В принципе, и так бы мог хукнуть. Но он хукнул его слишком поздно, и не выйдет. Так что... Так, осадный лагерь рядом берут, потому что сделали килл. Ну да, в принципе, могут себе позволить. Можно бойцовский забрать. Ну, правда, там надо кому-то находиться, чтобы это сделать. А то вдвоем будут долго бить. Долго будут бить. А Молтейль уходит на низ. Ой, сейчас стрянут. Ой, сейчас стрять могут. Гнилая желчь пошла, но здесь могут быть 7 сторон света. Опасно. Да, много урона получает стежок. Поздно подрубает защитный барьер Лусио. И в итоге файт немного всрали. По-моему, Леонардо здесь немного по АФК шел. Погодите. Не было такого? Я гоню или было? Или он все еще резался? Так, постоял. Ну, нормально так постоял. Нормально. Не очень хорошо. Ну, ладно. Это фигня. Здесь бойцовский лагерь бы они все равно не отбили. Играть на аккаунте, где дофига героев, или на аккаунте, где мало героев, что он нравится, для лишки неудобно. Мне кажется, второй вариант лучше. Если герой, которому ты хочешь научиться играть, но он слишком сложный... Прям хочу, наверное, нет. Да, привет, Джесски. Разумеется, не шарик. Погодите, как здесь умер горош? Что произошло? А, он в Зомбей встал. Е-мое. Ну, Лусио раскидал бы раньше. Чего он так поздно? А у Леорика талант на охватку отчаяния, процентный урон и сбривает гороши. Блин, как же страдаете от процентного урона. У вас... У вас реально там переконтрили к херам. Тут Молтаэль, Каразим, Леорик. У всех процентный урон. Леорик вообще в лапку качается. Ну да, когда вы берете двух мейн-данков, так оно и происходит. И это выгодно. Это, блин, работает вообще-то. Поэтому, ребят, не берут двух мейн-танков в Лиге Героев. Вообще, как работает лига? Как работает драфт в Лиге? И почему в Лиге все работает именно так? Вы не берете двух мейн-танков, потому что вас могут законтрить процентным уроном. Поэтому обычно берут одного мейн-танка и одного брузера в среднем. Не берут двух магов, потому что могут законтрить магическими щитами. Не берут двух автоатакеров, потому что могут законтрить ослеплениями. Все как бы должно быть в балансе. Вот в чем, типа, смысл драфта в целом. Поэтому вы берете одного мага и одного автоатакера. Чтобы, ну, нельзя было просто покрыть весь ваш дэмэдж. Только часть его, если вы берете блайнд или щиты. И то же самое с фронт-лейном. То же самое с танками. Вы берете два мейн-танка, два очень жирных героя. Против вас пикают процентный урон, и это слишком эффективно работает против вас. Поэтому надо брать одного мейн-танка. Конечно, есть ситуации, когда вы пикаете последним. И вот тогда, конечно, можно взять второго мейн-танка, когда уже все ребята напикали процентного урона. Нет, вроде все окей. Но здесь, судя по всему, танки были пораньше пикнуты. Потому что, ну, нельзя просто так взять Леорика, Каразима и Молотеля. Это слишком жестко. Я просто говорю не к тому, что два мейн-танка это прям настолько хреново. Это иногда может работать, иногда работает. Даже с мясником это может работать, в частности. Потому что мясник дает хороший дэмэдж. Но здесь проблема в том, что они пикнуты были поздно, скорее всего. И очень много процентного урона у противника. Они просто рассыпаются. Они должны вроде как танчить, но они не танчат. Потому что они не могут танчить процентный дэмэдж. Вот он. Ну, это был танк команды красной. Он просто зашел, прошло 2 секунды, и он закончился. Вообще, какие герои имеют правила, кроме Каразима и Леорика и Малты? Ну, Тайкус имеет процентный урон. У некоторых героев просто процентный урон вшит в таланты. Не в умения, не в способности. Поэтому некоторые вещи для вас могут оказаться неочевидными. Вот. Конечно, чтобы все это знать, вы должны тупо хорошо знать героев. Если вы хотите хорошо знать героев, вам надо каждого из героев прокачать до 5 уровня. Вы получите 500 золота за них, и заодно узнаете, что там по талантам у них, какие сильные и слабые стороны есть. До 5 уровня это мало матчей, это немного матчей. Но, если вы их играете, хотя бы разные таланты пробуйте. Хотя бы посмотрите, кто что делает. Чтобы у вас не было удивления, почему Каразим вас убивает. Хотя бы вроде на танке, а вроде Каразим почему. А у него ульта наносит процентный демж. О, Ирель имеет процентный? Ну, да, имеет. Ну, там незначительный процентный демж. Я бы не сказал, что он вообще ощутим. 4% с вэшки она наносит. На 16 уровне, по словам. Ну, понятное дело, что ты не за всех играл. Но, если вы хотите хорошо знать героев, вам лучше за всех сыграть. Вот в том-то как бы и смысл. Я для этого это и сказал. Так, пошел обряд. Щеточек. Просто, просто... Кама-пуля просто лицо оторвал Лусянычу. Еле-еле он захилился. Что вообще произошло сейчас? Погодите, это был топовый момент. Я просто не понял вообще. Еще раз. Так, погодите. Синий заходит сюда. Смертельный обряд. Окей. Молтаэль. Закидывают Каразима. Так, окей. Горош пытается выжить. А, у Леорика закончилась схватка. Здесь подрубает броню. Ну да, живет пока. Мало хп осталось, конечно. Мало хп осталось. Мало хп осталось. уровне, я имею в виду. Никто не остановит смерть. Раньше ресанс. Это просто для тех, кто в допыни играл. Так, окей. Забирают синие. Здесь файт идет. Закидывают гороша. Опять же, вот это проблема, когда, типа, горош должен танчить, а он не может. Блин, ну тут разносят под рафом, конечно. Погодите, это кровавая баня сейчас была или нет? Еще раз. Была ли здесь кровавая баня? Вот сюда, да? Ну тогда это неплохо. Но дэмэджа нету, красных нету дэмэджа. А Мефисто говнюк! Вот в чем херня. Я-то думаю, хорошая же была кровавая баня. Какого хера не было урона? А Мефисто был далеко. Посмотрите, где он. Ну, да, come on. Не-не-не. Если ты играешь на Мефисто, ты не должен так играть. Если вы хотите на Мефисто апать рейтинг, то вы должны быть прям уже в файте. Ну, тут он просто поздно залетел. Да дело не в мяснике. Ну, не, не в мяснике тут дело вообще. Тут Мефисто вообще не было. Понимаешь, то, что если бы здесь был Мефисто, он бы уничтожил их просто. Он бы их просто уничтожил. Просто он бы их убил. К херам разнес. Вообще всю синюю команду. Никто бы ему не помешал это сделать. Ну, правда. Но он был далеко. Он был не вовремя. Он бы вынес их просто здесь. Он бы откатил свою вэшку мгновенно и два раза дал бы молнию. Он бы реально все пугил. Зафейлили файт. Ну, вот так бывает. Так бывает. Когда нет вашего дамагера в файте, такое происходит. Вот так бывает. Мефисто... Просто прикол-то в том, что они были все в кучке. Там еще мясник их стянул, блин, цепи. Ну, то есть это такой... Ну, это прям сок. Это прям изи-фраги стояли. И Мефисто рядом нет. Ну, это полный фейл, конечно. Это проблема Мефисто. Хотя нет, давайте этот момент все-таки пересмотрим. Действительно ли это ошибка Мефисто или красные раньше времени пошли драться? Давайте посмотрим. Мог ли Мефисто чисто физически там находиться? Давайте глянем. Просто чтобы понять, на ком ответственность лежит за фейл. Александр, привет. Вот, смотрите, начинай зафайт. Мефисто... Блин, почему он вот так идет? Вот, вот, по-по-по-по-верху. Нет, посмотрите, что он делает. На хрена ты, череп? Че ты тут встал? Зачем ты, череп? Ну, шел бы уже... Он, да, он тупанул. Он тут стоял. Ничего не делал. Вот здесь вот он что-то... Он здесь завтыкал. Он должен был идти. Файт. Вот, смотрите, здесь. Надо было идти, блин, туда. Он, во-первых, себя сбил с маунта. Почему он не успел? Он сбил себя с маунта. У него скорость понижена. Он пешком пытался туда дойти. Он скастовал телепорт, на какое расстояние посмотрел. Он тупо не достал молнии. Ну, короче, это... Ну, тут ошибка Мефисто. Он мог больше урона внести. Гораздо больше. И убить ее. Ну, он все испоганил своей слоу-почностью. И вы хотите мне сказать, что в соло-лиге не решает индивидуальный скилл? Можно сказать, что Мефисто этот файт заруинил просто в соляру. Может, я, типа, слишком много значения этому передаю. Но все равно. Если ты конкретно херово отыграл в лиге, плохо отыграл, где-то прям вот не доиграл, это вполне может быть причиной того, что вы проиграли игру. Вот здесь Мефисто просто не доиграл. Казалось бы, но... Это при всем при том, что красных законтрили. Я с этим вообще не спорю. Красных законтрили пиком. Процент на урон. Разносят к херам стишка и гороша. Да, но, блин, тут можно было выиграть все равно. Ну, хотя бы в этой ситуации. Привет, стоит учиться играть на Вале и Джане. Да, хорошие ассасины. Джайна отличный. И АОЕ урон, замедление, контроль. Кольцо Мороза вообще великолепная ульта. Джайна может переворачивать, файт и тащить. Вала нормально. Тоже, мне кажется, окей. У нее есть хорошая ульта со станом. Ливень возмездия. Если что, можно законтролить, что-то сбить. У нее хороший дэмэдж в одну цель. Но на ней нужно очень грамотно статор степить. Это то, чего люди делать вообще не умеют в низких рангах. То есть, автоатака подошла, автоатака. Нужно очень хорошо микрить, микроконтролить. Каждый твой клик должен быть правильным, чтобы на ней быть эффективным. Но Вала не является слабым прям героем. Ну, я бы не сказал. Но это не так. Я видел хороших Вал, которые разносят просто. Она, конечно, сквиш. Вала очень тонкий герой. Да как и Джайна в целом. Но у нее есть все еще кульбит. Можно что-то придумать. Как-то себя позиционировать. Она нормальная. Ну, то есть, сейчас нет героев, которых я бы прям мог сказать. Вот не играй на нем. Ну, есть. Ну, нет героев сейчас пока. Прям бесполезно. Тотально. Тотально бесполезно. Героев хоть и нет. Просто берешь героя, который тебе нравится, учишься на нем играть. Пытаешься понять, где он лучше, где он хуже и все. Да, есть герои, которые вообще в любой ситуации зайдут. Вы можете мейнить Мурадина. Мурадин в любом пике будет хорош. Вы можете просто мейнить Мурадина и Мурадин будет по кайфу заходить вообще в любой пик. Да, есть такие герои. Но есть герои, которые надо чуть больше. Для того, чтобы они себя реализовали. Что я могу сказать? Леонардо, конечно, не доигрывал в некоторых моментах. Серьезно так. В целом... Блять, жалко, что Мефисто в последний файт не пришел. Мне кажется, могло быть совсем по-другому все. Но они так зафейлили. Мне кажется, здесь была проблема тупо на драфте. В целом, Леонардо умеет играть на мяснике. Я уже на нем его видел. Он понимает, что надо делать. И в конце вроде все было сделано правильно. Но опять же, про другие моменты как-то не хочется вспоминать. Потому что я понимаю, что последний файт все зарешал. Вот. И поэтому все упирается в финальный файт.